В силу почтенного возраста многие ветераны, увы, не смогли лично принять участие в традиционной волне памяти. Но как бы ни было, для них это священный день, и нашим защитникам, тем, кто ковал Великую Победу, сегодня особое внимание. После возложения цветов губернатор отправился к участнику Великой Отечественной войны, почетному жителю областной столицы Николаю Андреевичу Зинченко. В апреле фронтовик отметил свое 99-летие. По-прежнему в строю, как в мае 45-го. Тогда День Победы он встретил в Берлине, пройдя пол Европы. Николай Андреевич попал на фронт добровольцем в 17, освобождал Харьков, участвовал в Курской битве и в боях за Прибалтику. Прорывал блокаду Ленинграда. Разгромить врага получилось благодаря безграничной любви к родине, уверен ветеран. Сегодня он продолжает декламировать заученные наизусть заветные четверостишья о своей великой стране. Псы сейчас на мать Россию лают. Ее боль и я приму. Вырасту, окрепну, возмужаю. И тебе, родная, помогу. Ты немножко приболела. Ничего, Россиюшка, крепись. И как прежде на меня задейся. Не сдавайся, матушка, держись. Станешь ты великой и могучей. Расцвечешь, как яблонька весной. Для меня ты будешь самой лучшей, самой ненаглядной и родной. Спасибо. Сегодня же губернатор навестил семью участника специальной военной операции, погибшего при выполнении боевой задачи. Как и наши предки, 80 лет назад земляк отдал свою жизнь, сражаясь с нацизмом. А накануне Вячеслав Гладков в Шебекинском городском округе поздравил с праздником семью Мурашевых. Владимир Николаевич проделал славный путь. Начал его после весны 45-го в Латвии, где продолжил бороться с оставшимися противниками на просторах Прибалтики. Срочную дослуживал в столице, в подразделении войск госбезопасности. Демобилизовавшись, Владимир Николаевич поступил в Бакинский техникум связи и по распределению попал в Грозный. На Северном Кавказе прошла вся его служба. У подполковника запаса есть ордена, медали и ведомственные награды.